РАН Российской Академии Наук это одна из последних структур, которая остается не отреформированной от Советского Союза. Сейчас с ней ситуация происходит примерно та же самая, которую мы наблюдали, когда льготы советские для пенсионеров изымались и часть из них монетизировалась. Российские академики это те же самые практические российские пенсионеры, только если российские пенсионеры могут сидеть на лавке просто или лежать на печи и получать пенсию, то у академиков такой льготы нет. А они получают намного больше, в разы больше. Сейчас нам объявили цифру 100 тысяч рублей. Сейчас они наверняка столько же примерно получают, во всяком случае, ведущие академики. Однако от них нет практически никакой отдачи. И здесь, как мне кажется, государство должно ставить в первую очередь задачи перед конкретными академиками, перед конкретными отраслями. Ну я приведу в пример Сталина, и по этой иллюстрации все станет понятно. Сталин вызывает, грубо говоря, условно говоря, к себе ученых и заказывает им атомную бомбу. Ученые говорят, есть, разворачиваются, уходят в свою лабораторию и через какой-то срок выдают Сталину атомную бомбу. А Хрущев заказывает космический аппарат, они получают эти аппараты. А просто так им говорить, пойди туда не зная куда и принеси то не зная что, у нас наука в таком режиме никогда не работала. Более того, мы должны учитывать и то обстоятельство, что Российская академия наук не соответствует рыночной модели государства. То есть она и дальше будет крошиться, рушиться, и государство здесь, в общем-то, виновата, наверное, меньше всего, или во всяком случае не в первой степени, только потому, что мы в такой системе живем. И мы от этого никуда не денемся. Академики должны это понять, они должны были заранее, ну еще там 20 лет назад, 15 лет назад, сигнализировать голове государства о том, что происходит в стране. Если они этого не делали, вот они получили такой расклад. Поэтому все просто и понятно.